В Армении серьезно обеспокоены охлаждением отношений со странами ОДКБ. Лидеры стран-участниц этой организации даже не поздравили Никола Пашиняна с победой на внеочередных парламентских выборов. СМИ Армении же бестрят новостями о том, что страны ОДКБ не могут поприветствовать победу Николы Пашиняна, так как его политика идет вразрез с интересами этих стран. Особенная перемена наблюдается в отношениях Армении с Россией. Причиной этому стало не только отсутствие поздравлений лидера России, но и очередное трагическое событие в 102-й российской базе в Гюмри. Российский военнослужащий, имя которого не указывается, жестоко избил женщину, в результате чего она скончалась в больнице. В качестве меры пресечения в отношении российского военнослужащего избран арест. Это не первый такой случай, связанный с 102-й российской военной базой. Напомню, что 12 января 2015 года военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков убил семерых членов семьи Аветисян. Все эти события вызывают серьезную тревогу в армянском обществе. Они требуют пересмотреть договор о деятельности российской базы в Армении. Если армянская сторона и на этот раз промолчит и не предпримет действий, следующий трагический инцидент не запоздает, убеждены в этой стране. Политика нового руководства Армении также терпит неудачи и в отношениях с Белоруссией. Лидер этой страны Александр Лукашенко обрушился с резкой критикой на Никола Пашиняна. Лукашенко назвал необоснованным недовольство руководства Армении в связи с продажей оружия Азербайджану. При Путине я ему сказал, вот было же СНГ, потом Ильхам был там и так далее в Питере. Я говорю, Никол, давай поставим точки над «и». Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему. Покричикуй, Валзим Владимирович. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье – Турция. Ну а четвертое, с учетом полонеза, наверное, четвертое-пятое – мы. Полонезов нет, будем десятое. Ну за чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну я говорю, ты скажи, я буду молчать. Вот такой же он разговор. И в чем я не прав? Александр Лукашенко добавил, что в Беларуси армяне живут лучше, чем в самой Армении, несмотря на то, что он уже прослыл антиармянским человеком. Эксперты отмечают, что если Пашиняна и его свита не пересмотрят свою политику, отношения со странами ОДКБ продолжат ухудшаться. Шамистан Мамедов, CBC.